Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала Заметки Электрика. Бытует мнение, что проверка УЗО и дифавтоматов электромеханических с помощью элементов питания, то есть батареек, приводит к насыщению сердечника их дифференциального трансформатора и изменяет в дальнейшем характеристику срабатывания. Аналогичное мнение относится и к воздействию на УЗО от постоянного магнита. В общем, возьмем 4 УЗО. Это у нас VD-163 от EEC, это у нас VD-63 от Schneider, Legrant DX3 и Hager SDS-225D. У них номинальный ток у всех одинаковый, 25 А, утечка по дифференциальному току у них тоже одинаковая, 30 мА. Теперь вот эти три УЗО у нас имеют тип АС. Вот видите, соответствующие синусоиды на корпусе. Это я сейчас даваться в подробности не буду, потому что уже неоднократно об этом рассказывал. А Хаггеровское УЗО у нас имеет тип А. Вот соответствующий здесь значок у нас на корпусе. Вот и посмотрим воздействие элементов питания и магнита на электромеханический УЗО типа АС и типа А. И, соответственно, развеем, либо подтвердим данный миф. Итак, поехали. Сначала я беру первый УЗО, пусть это будет у Яковского. Измеряю у него с помощью прибора МРП-200 ток срабатывания. Можно даже время срабатывания измерить, чтобы наверняка уже провести эксперимент. Фиксируем эти значения. Далее беру батарейку пальчиковую, напряжением 1,5 В и привожу срабатывание данного УЗО. Дальше опять подключаю свой прибор и проверяю, насколько изменились у нас параметры. Далее беру уже крону 9 В, провожу аналогичные действия с УЗО. И в дальнейшем опять с помощью прибора проверяю, насколько изменились те или иные параметры. Ну и дополнительно можно пару раз здесь воздействовать на УЗО с помощью постоянного магнита. С этим прибором вы уже знакомы. Это МРП-200 от СНЛ для проверки УЗО. Итак, включаем наше УЗО. Выставляем измерение дифференциального тока. Выставляем синусоиду с пределом 30 мА. Поехали. Оп! 22,4. Давайте поменяем полярность синусоиды. Начальный угол. 21. Так, теперь выставим для проверки типа А и проверим, сработает она вообще у нас или нет. Оп! УЗО не срабатывает. Что и правильно в данном случае, с данным устройством. Выставляем обратно нашу синусоиду прямую. И давайте проверим время при однократном токе. Оп! 25 миллисекунд. При двухкратном токе 21 миллисекунда. И при пятикратном токе 0,06 миллисекунд. Отлично наблюдается некоторая, как бы, селективность зависимости от кратности тока. Все полученные наши значения я внес в таблицу. Ну, теперь, как и говорил, проверим данное устройство с помощью сначала пальчиковой батарейки. Специально взял 4 батарейки кроны, 4 пальчиковых батарейки, чтобы сделать наиболее одинаковый эксперимент. Теперь делаем 4 замера. Делаем плюс-минус по полюсу. Потом меняем полярность по этому полюсу. Потом переставляем и то же самое делаем с другим полюсом. Сейчас прикладываем вот плюс-минус от батарейки к фазному полюсу. Итак, смотрим. УЗО у нас включено. Оп! Сработало. Так. Включаем его. Меняем полярность. Тут он у нас не срабатывает. Что, в принципе, верно. Сменил полюс, включил УЗО и замыкаем. Сработало. Включаем, меняем полярность по этому полюсу. Замыкаем. Не срабатывает. Батарейка, кстати, от тока разряда нагрелась. Тепленькая стала. Все, эту батарейку мы больше использовать не будем. Ее убираем в сторону. Итак, поехали. Замер тока срабатывания. Прямая синусоида. 22 и 4. Как и было в первом эксперименте. Меняем полярность синусоиды. 22 и 4. Было 21, стало 22 и 4. А теперь проверим время срабатывания. При однократном токе. 25 миллисекунд, как и было ранее. 21 миллисекунда, как было в первом эксперименте. И пятикратный ток. 6 миллисекунд. Все осталось аналогично. Ну, а теперь попробуем уже дать срабатывание УЗО от батарейки крона 9-ти вольтовой. Посмотрим, может быть, у ней ток разряда более большой. И как-то она повоздействует на насыщение сердечника дифференциального трансформатора УЗО. УЗО у нас включено. Берем крону. Вот у нас плюс. Этот у нас минус. Смотрим. Сработало. Меняем полярность. Не срабатывает. Поменял полюс. Поехали. Сработало. Меняем полярность батарейки. Не срабатывает. Можно сделать несколько раз, кстати. Если уж на то пошло. Вот, пять раз. Посмотрим, насколько ушли у него параметры. 22,4. Как было, так и осталось. Меняем полярность синусоиды. 22,4. Как и в прошлом, замерим. Давайте время. Давайте сразу тогда посмотрим. 25 миллисекунд. 21 миллисекунда. 7 миллисекунд. Ну, давайте для достоверности еще попробую воздействовать на него несколько раз магнитом. Проверим ток срабатывания после воздействия магнита. 22,4. 22,4. Ну, давайте время, не знаю. Так вот замерим. 24 миллисекунды. 21 миллисекунда. Так вот, пятикратная. 6 миллисекунд. То есть, все параметры у нас остались практически без изменений. Все данные занес в результирующую таблицу. Съек разобрались. Следующий у нас экземпляр идет Schneider Electric WD63 тип АЭС. Сейчас я комментировать не буду. Просто буду производить замеры и записывать их в результирующую таблицу. Чтобы не занимать много времени. Не срабатывает приправе. Прямой полярности. Сработало. Здесь срабатывает от обратной полярности. Поменял полюс, проверяем прямой полярности. Не срабатывает. Меняем полярность. Срабатывает. Нагрелась немножко тоже батарейка. Все осталось тютельку в тютельку. Взял свежую полярность. Так, проверяем прямой полярность. Не срабатывает. И меняем полярность. Снимаем полюс. Пробуем сначала прямой. Не срабатывает. Не срабатывает. Меняем. После испытания кроной. Так, мы проверяем магнитом. Что-то не могу найти у Снайдера место, куда приложить магнит. Вот здесь вот прям вот магнит магнитится. Но срабатывания нет. Смотрим. 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 Вот наши все данные по Шнайдеровскому узлу. Вторая колоночка. Здесь лишь изменилось в последнем эксперименте. Уменьшилось время срабатывания до 22,4. И не получилось заставить УЗО сработать от магнита. Ну и разница с ИЕКовским УЗО. То, что при прикладывании к полюсу вход-выход плюс-минус батарейки. Оно не срабатывает, а срабатывает от обратной полярности батарейки. Такая вот особенность. Итак, поехали. Легрант. Тип АЭС. 30 мА. Прямая синусоида. 19,6 мА. Так. Какой быстрый. Берем нашу свежую батарейку и прямой полярник. Не срабатывает. Меняем полярность. Поехали. Прямая полярность. Не срабатывает. как и с пальчиковую батарейкой здесь ну и давайте проверим после воздействия кромы изменились ли параметры по УЗО после воздействия магнитом проверим как изменились параметры УЗО после воздействия магнитом ну вот у нас данные по легранду то есть 19,6 было в первом эксперименте потом мы воздействовали батарейка 4 раза дальше у нас ток срабатывания не изменился также остался 19,6 время также осталось после кроны немножко увеличилось одно и срабатывание стало 21 а после воздействия магнита стало по 21 мА теперь в прямой синусоиде и обратно в синусоиде вот в принципе и все срабатывает от батарейки также от обратной полярности и приложенной к полюсу как и у Шнайдера среди вот трех проведенных замеров 19,6 самое маленькое время срабатывания в пределах нормы естественно ну и остался у нас поинтереснее вариант вот это Hager SDS 225D типа А ну давайте в начале токи фиксируем 22,4 21 он у нас должен здесь работать 29,2 отлично поменяем полярность 29,2 20,9 вот сейчас будет постоянно составляющей 6 мА 29,2 29,2 29,2 29,2 30,3 30,2 33 мс 33 мс 13 мс и 5-кратный ток 15,2 13 миллисекунд. Итак, тест пальчиковой батарейкой прямой полярностью. Срабатывает. Как видите, тип А и срабатывает от любой полярности батарейки. Другой полюс. Прямая полярность. Ну что, смотрим после воздействия батарейкой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Срабатывает батарейки крона. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, проверим гузо после воздействия кроны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Вот таблица с замеренными параметрами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все, что я показывал в видео, вот, я сюда все внес. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как видите, никакого воздействия на насыщение сердечника дифференциального трансформатора от двух типов разных батареек, пальчиковой и кроны, а также постоянного магнита, пусть и не такого мощного, тем не менее воздействия на насыщение нет. Параметры УЗО практически, практически не изменялись в процессе проведения эксперимента. Поэтому можно смело сказать, что данный миф развеян. С помощью обычных батареек, будь то пальчиковая батарейка, крона, квадратная батарейка, R12, и вот таких стандартных магнитов, чуть больших размеров, меньших чуть размеров, которые позволяют проверить электромеханические УЗО и диффавтоматы, вот таким способом, вы этим устройством не навредите. Это самое главное, что нам и требовалось доказать и проверить. Я не спорю, насыщение можно добиться у сердечников этих трансформаторов, но явно не с помощью батареек и вот таких вот магнитов. Возможно, требуется воздействие более больших величин, более больших значений токов, либо использование каких-нибудь мощных неодимовых магнитов, после которых уже устройства действительно могут выйти из строя, и их параметры могут существенно выйти за границы нормируемых заданных параметров устройств. Поэтому вывод какой? Не бойтесь, если у вас нет соответствующих приборов, а эти приборы, они специализированные, дорогостоящие, которые нужно еще и ежегодно отдавать в поверку, то обычным гражданам хотя бы можно воспользоваться тем же постоянным магнитом, теми же батарейками, ну, чтобы для себя убедиться, что она действительно является электромеханическим, а не электронным, просто некоторые не совсем могут читать схему на корпусе и различать эти устройства между собой, а также могут определить тип УЗО с помощью батарейки, то есть тип А у нас срабатывает при приложении обоих полярностей батарейки полюсу, а тип АС срабатывает только при каком-то определенном варианте. Плюс-минус прикладываем у ЕК, она срабатывает. Минус-плюс меняем батарейку, она уже не срабатывает. И так было у всех типов АС. Тип А срабатывает при приложении любой полярности. В общем, на этом все. Вот такое получилось видео, спонтанное, дабы развеять миф, который у нас появился в сети. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайки. Если вам что-то непонятно, задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить выпуск новых видео. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала Заметки Электрика. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова